Погодные условия мешают поисковой операции в Сочи. Сегодня ночью они были приостановлены, но уже с утра возобновились. Аренда торговых площадей на Розе Хутор не должна отпугивать сочинский бизнес. Об этом заявил мэр города Анатолий Пахомов. В Сочи подвели итоги волонтерской деятельности. В этом году лучшие показатели у СГУ и Медицинского колледжа. Новогодний переполох или как Дракула украл Новый год. Интерактивное шоу представил цирк зверей династии Филатовых-Клыковых. Погодные условия мешают поисковой операции в Сочи. Сегодня ночью они были временно приостановлены, но уже с утра возобновились. Специалисты МЧС России, используя гидролокаторы бокового обзора, обследуют дно района, где произошло крушение самолета Ту-154. За последние сутки водолазы совершили десятки погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа. Обследуемая территория сократилась. На участке протяженностью 200 метров найдено большое скопление обломков, потерпевшего крушение самолета и три тела погибших. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердило наше предположение о том, что самолет упал именно в этом месте. Сегодня водолазами обследуется дно, и уже найдены очень много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность. В ходе поисков телеуправляемым подводным аппаратом «Фалкон» были обнаружены два черных ящика разбившегося самолета Минобороны. Расшифровкой самописцев занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского института в подмосковных Люберцах. Исследователи надеются получить максимум информации, которая приведет к разгадке трагедии. Вредные выбросы в атмосферу на территории России необходимо сокрасить в два раза. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Госсовета, на котором обсуждают экологическую безопасность. Участие в совещании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Следующий год в России объявлен Годом экологии. И от ее состояния, как заметил президент России, зависит экономическое благополучие государства. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей и до 15%. Ключевой вопрос достижения кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Ключевой вопрос достижения кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву, прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, доступных технологий. Обезвреживание отходов производства и потребления президент назвал одной из важнейших задач. Сейчас общее количество мусора свыше 30 миллиардов тонн. Свалки занимают почти 48 тысяч гектаров. В инвестиционной политике Краснодарского края уже сделали акцент на проекты так называемой «зеленой экономики», заявил глава региона. Концепцию предприятий, связанных с безотходным производством и переработкой мусора, представят на февральском форуме в Сучи. Экологические проблемы нужно решать не завтра, а уже сегодня, потому что завтра уже будет поздно. Коллеги, давайте понимать, что сегодня отчасти мы живем в долг, мы берем долг у наших последующих поколений. Надо об этом понимать, давать себе отчет, в том числе и нашим промышленникам, тем, кто с ним занимается, и в сельском хозяйстве, о том, что мы должны оставить после себя здоровую экологию. Сегодня основное зло, если можно так сказать, которое оставляет человек в повседневной своей жизнедеятельности – это мусор. И сегодня мусор необходимо не просто отвозить, эти места тоже закончатся, отведенные сегодня под свалки, под мусорки. И этот мусор нужно перерабатывать, должна быть создана система заводов. Министерством природных ресурсов Кубани в рамках грядущего года экологии разработан план мероприятий. В него войдут действия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению экологически эффективных инновационных технологий. Также в течение 9 лет в Краснодарском крае планируется создание 40 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Особо охраняемые природные территории, они уже определены, в нашем крае они очерчены. И поверьте, никто не будет подвергать границе, установленной сегодня на наших природоохранных территориях. Нужно речь вести о том, чтобы мы ужесточали природоохранный режим и максимально сохранили вот то зеленое наследство, которое мы получили от наших предков. Всего на территории Краснодарского края функционирует 389 особо охраняемых природных территорий. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ. Об экономике края, развитии Краснодара и поддержке фермеров журналисты спросили у Вениамина Кондратьева. Глава региона дал большое интервью главному редактору газеты «Кубанские новости» Елене Золотова и писателю Владимиру Рунову. Губернатор края рассказал, какие отрасли экономики будут приоритетными в 2017-м и дал оценку работе своей команды. При нашей самой с вами первой встрече вы сказали о том, что вы собрали свою команду, которой даете 6 месяцев на реализацию задач и по истечении этого срока будете принимать для себя решение. Прошло больше полутора лет, команда не изменилась. Можно ли сделать вывод, что команда оправдала ваше доверие? Я думаю, что команда, которая сегодня существует, претерпит изменения. Безусловно. Потому что еще раз подчеркиваю, что сегодняшние темпы, которые я задал, кто-то из коллег смог набрать эти темпы. А кто-то, конечно, исходя из сложностей, объективно проблем, проблематики, где-то чуть-чуть просел. Все выкладывались, но у каждого есть свой потолок. Но все равно должны прийти те, у которых все-таки получится. Поинтересовались журналисты и рабочим графиком губернатора, а также, когда руководитель края успевает ходить в спортзал и какие традиции есть в его семье. Скажите, пожалуйста, что у вас будет на новогоднем столе? Какое у вас любимое новогоднее блюдо, обязательное? Как бы, не странно, я очень люблю глупцы. Глупцы и наш добрый салат оливье. Я не сторонник, знаете, каких-то там изысканных блюд. Я люблю обычную нашу, и это кубанскую кухню, народную кухню. Она самая вкусная, потому что она самая полезная, она самая натуральная. А что за бокалы вы поднимаете в Новый год? Это будет шампанское? Шампанское. Это традиционно шампанское. Абрао – дюрсо. Большое интервью с губернатором края Вениамином Кондратьевым можно увидеть в эфире «Кубань-24» в 20.30. 29 и 30 декабря в крае ожидается усиление ветра до 18-20 метров в секунду. Администрация города просит быть осторожными и при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить 010. Продолжаем. Арендные ставки торговых площадей на горнолыжном курорте «Роза Хутор» должны быть разумными и не отпугивать сочинский бизнес. Об этом заявил мэр-курорт Анатолий Пахомов во время своего очередного визита в Красную Поляну. В прошлогодний зимний сезон были нарекания к отрасли торговли, высокие цены, очереди и, как результат, недовольные отдыхающие. Эта ситуация не должна повториться в эти новогодние праздники, подчеркнул Анатолий Пахомов в разговоре с руководством горнолыжного курорта «Роза Хутор» и предпринимателями. А дело всё в том, что взять в аренду торговую точку в самом живописном уголке курорта практически невозможно. Стоимость за квадратный метр превышает все допустимые рамки, говорят бизнесмены, поэтому и цены на товары в разы больше средних по городу. Как правило, все торговые точки до 150 метров, все на НВД – это 100% местный налог. И городу это важно, и поэтому глава, я думаю, встанет на сторону предпринимателей и будет биться до последнего. Мэр Сочи поддержал предпринимателей и порекомендовал руководству «Роза Хутор» придерживаться линейки цен, установленных по всему Большому Сочи, а предпринимателям дать возможность выставлять как можно больше временных павильонов, естественно, отвечающих санэпиднормам. Должно быть достаточное количество предприятий торговли, временно выставленных, для того, чтобы очередей во время курортного сезона и прежде всего в рождественские праздники и новогодние не было. Теперь понятно и по ценам ставлю, чтобы на каждый вид был установлены рекомендованные цены. Новый ценник в меню должен измениться во всех точках питания к Новому году. Помимо дорогих ферменных блюд, кафе должно иметь и набор доступных предложений. Мониторить ситуацию будет специальная комиссия. Градоначальник взял этот вопрос под личный контроль. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В администрацию города подвели итоги волонтерской деятельности. В этом году лучшие показатели по развитию добровольчества у Сочинского государственного университета и Сочинского медицинского колледжа. В волонтерской деятельности участвуют все учебные заведения курорта. Их работа как никогда актуальна. В Сочи проходят сотни разнообразных мероприятий. И по многим из них уже выработаны определенные системы действий. Это инвестиционный форум, Формула-1, фестиваль команд КВН. Ежегодно в городе проводятся и совсем новые мероприятия, которые требуют другого подхода. В 2016 году это были всемирные хоровые игры. В 2017 году Сочин впервые примет всемирные военные игры Кубок конфедерации по футболу и всемирный фестиваль молодежи и студентов. Кто-то один раз в год, кто-то чуть ли не в ежедневном режиме принимает участие. Конечно, мы не можем сказать, что все 10 тысяч каждый день занимаются. Мы здесь смотрим по времени занятости. У кого-то есть только в летний период, кто-то идет только на экологические акции, кто-то только на благотворительные, кто-то на спортивные, событийные волонтерства. Поэтому общая база, сегодня мы уже их регистрируем, более 10 тысяч. Это те люди, которые за последние пять лет прошли через Центр развития волонтерства города Сочи. Самыми активными в этом году стали волонтеры Сочинского госуниверситета и медицинского колледжа. Волонтерами медучреждения является каждый студент, а это почти 720 учащихся. Они оказывают палеоактивную помощь больным в 5-й Дагомысской больнице, в онкодиспансерии и в доме ребенка. Все, кто поступил в медицину, они уже волонтеры. У нас образ жизни такой, служение народу. То есть у нас изначально это нацеленность. Я не могу сказать конкретно, сколько человек в ячейке. У нас все студенты медицинского колледжа являются волонтерами. Активно участвуют в жизни города и волонтеры серебряного возраста. В эти дни еще назовут и лучшего волонтера года. Итоги этого конкурса проводятся среди школьников, студентов и людей старшего поколения. Гелена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи состоится масштабный рождественский праздник. 8 января в фойе Зимнего театра открывается экспозиция, посвященная православным храмам города. Об их уникальности и истории посетителям расскажут настоятели. Для самых маленьких жителей в этот день в Зимнем театре состоится рождественская елка с участием аниматоров, после чего в зале будет показано театральное представление «Сказка о царе Салтане». Все юные зрители получат подарки. Пригласительные можно получить бесплатно на входе в Зимний театр. Для взрослых праздничные мероприятия начнутся с 15.30. На площади перед Зимним театром выступят артисты города, духовой оркестр, ансамбль «Люба», «Нико Неман». Завершится праздник лазерным шоу и фейерверком. В связи с этим 8 января изменится схема движения в районе Зимнего театра. Площадь будет перекрыта с 7.00 до 23.00. Поток автомобилей перераспределят в объезд театра. В Международном инновационном университете прошел большой новогодний праздник. Самые активные творческие студенты поздравили преподавателей и своих сокурсников с предстоящими зимними праздниками. Поздравили красочным концертом. В актовом зале Международного инновационного университета царила поистине праздничная атмосфера. Атмосфера настоящего карнавала с зажигательными песнями и танцами. Яркие номера для преподавателей и студентов подготовили самые активные и творческие учащиеся инновационного университета. Какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Они тоже вышли на сцену и стали частью большого праздника. Вообще, в Международном инновационном университете уделяют большое внимание не только образовательному процессу. Здесь каждый студент может проявить себя и творчески, будь то танцы, песни или КВН. Я хотел бы поблагодарить свой университет за возможность развиваться не только профессионально, но и творчески. Именно сегодня проходит у нас новогодний вечер, где мы выступаем для наших любимых студентов. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить весь свой город и свой университет с Новым годом. Пожелать всего самого хорошего в Новом году. Зрители праздника благодаря концерту погрузились в сказочную атмосферу и забыли о проблемах и делах. Впереди новогодние праздники. Ну а для студентов это очень ответственное время. Время зачетов и экзаменов. Поэтому вот такой заряд положительных эмоций им уж точно пригодится. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ВКТ. Новогодний переполох или как Дракула украл Новый год. Интерактивное мультимедийное костюмированное шоу под таким названием идет в сочинском цирке. Программу представил цирк зверей династии Филатовых-Клыковых. Все цирковые жанры на одной арене. В Сочи с уникальной программой приехал московский цирк прославленной династией Филатовых-Клыковых. В южную столицу столичный цирк привез новогоднее интерактивное мультимедийное костюмированное шоу «Новогодний переполох» или «Как Дракула украл Новый год». Это не просто набор номеров, это целая история, объединенная единым сюжетом. Граф Дракула похищает звезду с новогодней елки. На ее поиски Дед Мороз отправляет двух клоунов, которые в этой постановке играют едва ли не главную роль. Здесь много персонажей, у каждого своя роль, но в основном, да, два эльфа, два клоуна. Это клоунская группа No Comments, дуэт, которые стараются свести каждый номер и найти эту долгожданную звезду, которую у них украл Дракула в начале представления. И это путешествие для зрителей точно не будет скучным, а еще понятным современным детям. Так, например, Дед Мороз и Дракула выходят на связь по скайпу. Такие современные технологии в классическом цирке. Конечно, мы идем в ногу со временем. Сейчас, если мы будем показывать домофон, телефон старинный, дети не поймут, потому что многие дети не знают, как выглядит телефон с проводом. А скайп всем доступен, понятно. В программе цирка Филатовых-Клыковых задействовано более 60 животных. Это экзотические обезьяны, попугаи, гигантские питоны, а еще собаки, пони, медведи и такие редкие для цирка кошки. Животные повторяют на манеже все те же трюки, что и люди. Громкими овациями зрители встречали и номер с красавцами-леопардами. Ну и какой цирк без уникальных трюков в исполнении акробатов, жонглеров, клонов, эквилибристов и воздушных гимнастов? От такого разнообразия цирковых жанров зрители остались в восторге. Мы очень любим цирк, мы часто в него ходим. Сегодняшнее поцелевление праздничное, новогоднее, замечательные клоуны. Мне понравились кошки, леопарды, клоуны, животные. Очень достойно, очень нравится, что единая линия, как спектакль, представленные видео, задействованные, живая музыка. Когда все взаимосвязанные номера перетекают один в другой, значит, все смотришь на одном дыхании. Погрузиться в новогоднюю атмосферу вместе с артистами цирка Филатовых-Клыковых зрители смогут до 15 января. Телефон кассы сочинского цирка 271-02-85. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 29 декабря в Культурно-этнографическом центре «Моя Россия» пройдет торжественное открытие павильона «Бурятии» с участием представителей администрации Республики Бурятия. В павильоне будет представлена уникальная выставка буддийской традиционной Санхи России драгоценности «Эрхим Дархан». Во время открытия гостям будут предложены традиционные угощения бурятам ангольской кухни в формате фуршета. Также в программе открытия гостей ожидают выступления заслуженного артиста «Бурятии» и выступления танцевального коллектива. Начало в 15 часов. На сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». В «Гранде» большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я прощаюсь с вами до 9 января. Наша редакция уходит на каникулы. Счастливого Нового года и Рождества. И берегите друг друга. В студии была Инга Габешия. До встречи в эфире.